Музыка тоже лечит. Одесский областной онкологический диспансер получил фортепиано в подарок. Все это произошло в рамках Украино-американского благотворительного проекта «Незабываемая квитка». Главная цель этого проекта – обратить внимание на мероприятия, которые помогают пациентам быстрее восстанавливаться после рака. Воздоровление человека играет роль большую не только в медицинской манипуляции, но и, безусловно, духовная поддержка и желание человека находиться и жить той же нормальной полноценной жизнью, которой живет общество. И как раз привлечение таких проектов, как музыкальных, в стационары, в лечебные учреждения, дает возможность как раз людям отличиться от внутренних этих проблем и почувствовать себя полноценным человеком нашего общества. Это очень важно. Главным инициатором проекта стал меценат Алекс Гутмахер. Он убеждает, что в каждом медучреждении должна быть реабилитационная программа, которая предусматривает встречи пациентов с деятелями искусства. В этом же случае – с музыкантами. Мы впервые начинаем на территории Украины. Это не то, что мы привезли фортепиано и будем сегодня играть. Нет. Главная мета и главная идея – мы выходим с инициативой до Министерства культуры, до Министерства охраны здоровья. История у этого проекта началась еще в 90-х годах, когда в больнице Нью-Йорка Гутмахер познакомился с американской певицей украинского происхождения Квиткой Цисек. В госпитале к ним приходили известные деятели искусства с Бродвея. Спустя долгие годы такую же практику решили внедрить и в Одессе. Старт проекта по музыкальной реабилитации в онкодиспансере дала солистка Одесской областной филармонии Диана Гульцева. Кроме этого, в рамках областной программы «Доступная медицина» в Одесском онкодиспансере появился мобильный аппарат маммографии, который может принимать пациентов в больницах, где нужного оборудования нет. Суть передвижного маммографа заключается в том, чтобы предоставить данные процедуры для тех людей, которые физически просто не могут делать это в стенах нашего диспансера, ввиду тех или иных обстоятельств. Поэтому на местах и проводятся в данный момент такие процедуры. То есть это идет организация между диспансерами и местными больницами. Там идет организация, запись пациентов и тогда происходит выезд. Отмечу, что проект «Незабываемая квитка» реализуется 15 лет. Помимо социально-благотворительных акций, организация направлена на повышение осведомленности женщин о методах лечения и диагностики рака молочной железы. Игорь Исаенко, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».